Я хотела бы вам больше сказать. Я с 64-го года, с 10 лет здесь живу. В каком доме? Вот этот, где вы дома? Нет, вот по той стороне. Здесь всегда было сухо. Потому что коммунисты все это высушили. Когда населили нас... Здесь было болото, но коммунисты высушили. И вот те вот, одно самого ДК и Веча, вот сюда вот это все, было болото. До сей поры. И воды, когда они высушили, воды уже здесь не было. Столько лет. А вот когда начали вот это все строить, задом наперед, вот если бы они пошли, не так вот, где попало. А они бы вышли, не будут пыли, на пустыне. И воды бы не было. Вот так. А теперь я знаю, что вы будете делать. У меня уже весь дом тоже не пытался, днем уже. У меня вообще листяк, он поглощает хорошо воду. И что вы теперь думаете делать? Она не уйдет вода этой? Не уйдет. Я знаю, почему она не уйдет, но я не скажу больше. А потому что у меня уже столько лет в вену сидит, уже в 64-м году все пересерять. И все, приезжают другие азиаты, селят квартиры. А я все летом тут лежу. Все колонки поезломали. Хожу вон туда, вон. Через болото по воду. Таскаем воду на себе каждый день. А здесь нет воды у вас? Нету. Все разломал Ахметов. Все убрали, все колонки. У вас водоразборных колонок здесь нету, да? У Ахметова стоит здесь школа. Я понял, сейчас нету. У 2009 года стоит у Ахметова школа, две столицы. Вот если бы не Ахметов не взял вот так нас кругом, воды бы здесь не было. Понятно. Да? Вот там вот выживайте. Понятно, это география, конечно, все дома строятся, фундаменты, это все. Это болото, понимаете? Понятно, понятно. Оно никогда не исчезнет. В природу зашли, залезли, вот там пошли. Теперь нас за муру и зашли. Вот у меня теперь уже все в этом в ограде падает. И под поле провалилось все. Под поле провалилось все. Под поле провалилось все. Здесь всегда нам говорили, еще с какого года? С 73-го. Что будут, надо сносить, переселить. Все, там перестройка, и все запрещено. Сейчас пока решение окончательно не то, с ним. То есть, Руслан по поводу переселения и СМС еще, да? А нас никогда не пересели. Никогда. Я же вам говорю, мне же 70 лет уже доходит. А почему вы так не уверены, что никогда? Почему не уверена, что никогда? Ну, Ахметова, Ахметова сказал, что... Не дадут денег, потому что никогда. В 2009 году нас снесут, мы уже снесены. Здесь стоите около 104. То есть, вы уже настроены на снос, на переезд, да? На что настроены? Когда на последних снос Ахметов выходил? Газету выпустил. Он выпустил газету. Вот, видимо, 10-то есть в окне сети. И я взяла эту газету, никогда газету не брала. Ачинский. И там нас уже нету. Вот здесь, где мы с вами находимся. Школа. И школа. Понятно. Хорошо. Сейчас нас зароют. Так что это вы будете бесполезны. Ладно, спасибо. Мы теперь будем поблизи ходить. Нет, они будут все равно, видите, сразу делать, сразу выравнивать. Ну, к тем домам же все равно трассу тянуть, надо теплотрассу. А там не ближе тех пяти этажек, да? А это точку технические условия такие? Нет. А что вы хотите сказать? Вы тут за сюда прилетите. У нас вот там колонка. А я как буду дать? Вы это другим настроите. Я по воде понял, что разборной колонки у вас нет. Я записался. Я понял. Хорошо. Когда сносить наш частный центр будете? В каком году? Это улица Средняя, да? Да. Улица Средняя. И еще, когда Ахметов. Главное, на печатали газету так. Я узнала, что прилет, я вам принесла. Вот указано, главное вот так вот, как бы сказать. Как бы тут стерто сверху буквы. Половина букв стерто, половина нет. И там написано ИВР 4. Вот уже начинается улица. Средняя 40. На вашей карте там это есть или нет? Это тоже улица Средняя? Да. Вот это вот тоже болото все. И та улица... Вот вон видите там далеко медкабинат? Медкабинат. До самого медкабината вот это все болото древо. Понятно. 270 метров, да, чтобы 150 метров закончили. Колонки все поразобрали. Понятно. Хорошо. Вот будет он. Я вторую камеру там... Я вторую камеру там... Я вторую камеру там...